Ни о чем История презервативов. От органических до латексных. Презервативы существуют тысячи лет, но самые первые едва ли обеспечивали безопасный секс. Для их создания использовались черепаховая скорлупа, кишечник животных и льняная ткань. Но только открытие резины Чарльзом Гудиером в 1839 году подарило презервативы широким массам. Первые презервативы. Впервые использование презерватива описано в работах анатома фаллопия в 1564 году. Он также дал имя фаллопиевым трубам. В 16 веке презервативы использовали главным образом для профилактики ЗППП. Так, сифилис часто приводил к смерти и бушевал в Европе на протяжении 300 лет. Но после открытия в 17 веке сперматозоидов церковь отрицательно восприняла использование барьеров для препятствия их движению. К 18 веку в медицинском обществе прочно укрепилась позиция презервативов как орудия для донжуанов, проституток и богохульников. Несмотря на это, они оказались популярны у зажиточного и среднего классов. Рабочий класс получил доступ к презервативам в 19 веке благодаря открытию в 1839 году гудиером резины. В Японии и Китае презервативы использовались и до 15 века. В Японии их делали из панциря черепахи, а затем из тонкой кожи. В Китае презервативы изготавливались из промасленной бумаги или кишечника ягненка. Они не сильно отличались от европейских презервативов 18 века, сделанных из льна или кишечника животного. Зачастую презервативы были одного размера, и перед использованием их нужно было смочить водой. Рынок презервативов 18 века был поделен между двумя конкурентами – миссис Филлипс и миссис Перкинс. Но если хотелось, можно было самостоятельно сделать их дома по простому рецепту. Женские презервативы Считалось, что первый женский презерватив был использован в Древней Греции 2000 лет назад. Из-за проклятия король Минос эякулировал змеями и скорпионами, которые убивали его партнерш. В итоге его врачу пришла в голову идея вставлять мочевой пузырь козла в любовниц, чтобы отлавливать ядовитых тварей до того, как они успеют нанести вред. Едва эта история правдива. Скорее всего, один из первых женских презервативов появился в начале 20 века. Сторонница позитивной евгеники Морис Топс боролась за доступную контрацепцию и продвигала его в 1923 году. Презерватив был сделан из толстого вулканизированного каучука со стальным ободком. Как и другие резиновые контрацептивы тех времен, его можно было мыть и использовать повторно. Современный женский презерватив появился в продаже в 1993 году и сразу столкнулся с маркетинговыми проблемами. Женщинам было странно на него смотреть, трудно вставлять, и их пугало шуршание во время использования. СМИ не интересовали многочисленные преимущества, и они решили его публично осмеять. В какой-то момент его даже сравнивали с картинкой «Крик» Эдварда Мунка. В 1998 году дела пошли лучше. Производитель Висконтин Фармакл получил петицию из Зимбабве с 30 тысячами подписей женщин, желающих сделать женский презерватив доступным в их стране. Поскольку развитый мир высмеял его, развивающиеся страны им заинтересовались. В местах, где женщинам почти недоступна медицинская и материальная помощь, презерватив, подконтрольной женщине, мог вставляться за несколько часов до секса и безопасно использоваться повторно. Происхождение слова «кандом» – презерватив. Никто не знает истинного происхождения слова «кандом». Оно могло прийти из французского городка, его могли назвать в честь короля Карла II, оно могло произойти из латинского языка. Нет единого мнения о его этимологии. Известно, что «кандом» впервые упоминался в поэме в 1706 году, и позднее «кандон» появился в литературном журнале в 1709 году. В остальном презерватив был известен под разными именами – мужская оболочка, перчатки, доспехи, английская верховая одежда, французское письмо и машинка. Отношение к презервативам И Казанова, и Маркиз де Сад писали о презервативах. Первый сказал, что их создатель был хорошим человеком. Фрейду они не особо нравились, но он считал это предпочтительным вариантом по сравнению с прерванным половым актом. Джейн Остин рекомендовала раздельные кровати как лучший вид контрацепцией. В 2010 году католическая церковь неохотно приняла презервативы и только с целью предотвращения серьезных заболеваний, например, ВИЧ. Национальное исследование сексуальных отношений и образа жизни – НЭЦАЛ. Провели три исследования сексуальных привычек – в 1990, 2000 и 2010 годах. Они выявили рост популярности презервативов с течением десятилетий, особенно среди мужчин с новыми партнерами. В 21 веке и женские и мужские презервативы переживают революцию. На рынке женских презервативов неожиданно появилась конкуренция, что расширяет выбор для женщин в будущем. Фонди Билла и Мелинды Гейтс устали от старого вида презерватива и выделили 11 дизайнерам презервативов по 100 тысяч долларов каждому, чтобы они придумали что-нибудь поинтереснее. Наступили хорошие времена для тех, кому безопасность превыше всего. По материалам Welcome Collection. Автор Тарин Кейн. Переводила Екатерина Егина. Редактировала Слава Солнцева. Читал Тарасов Валентин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова